Здравствуйте! У нас в гостях дизайнер одежды Анна Иванова. Сегодня мы работаем в непривычной студии, а в другом помещении, ну по техническим причинам. Тем не менее, здесь тоже очень неплохо. Также с нами работает корреспондент Полина Красильникова. Она будет печатать в онлайн-режимы ответы Анны. Вот, а мы сделали небольшую подборку из того, что прислали наши постоянные пользователи. Итак, Анна, первый вопрос задает пользователь под ником Рита. Анна, что вас вдохновляет на ваше свершение? Где вы черпываете вдохновение или силы для вашей деятельности? Ну, наверное, это один из самых часто задаваемых вопросов, потому что, ну, быть обывателем всегда интересует, откуда берутся все эти мысли, откуда берутся творческие идеи. На самом деле, для меня, как для творческого человека, безусловно, это тоже всегда интересовало по отношению к тем художникам, талантливым, гениальным людям в мире искусства, которые действительно создают какие-то гениальные вещи. Вот, поэтому, на самом деле, для меня, наверное, самое важное – это общение, это общение с людьми, близкие мне по духу, близкие мне по энергетике, люди, которые увлечены, ну, таким же творческими процессами, как и я, потому что этот взаимообмен энергии, собственно говоря, и он дает этот толчок для того, чтобы генерировать новые идеи. И это достиг... Раньше для меня, например, очень большим таким был эмоциональным и творческим стимулом – это кинематограф, это музыка, живопись, собственно говоря, она и сейчас как бы является подспорьем в моей работе, потому что для меня каждая коллекция, которую я создаю, это некая история, которая, как сценарий, я пишу для себя для того, чтобы понять, что я хочу рассказать своим, ну, своим зрителям, своим поклонникам, тем женщинам, девушкам, которые носят нашу одежду. Такая некая легенда, то есть я создаю эту легенду. Но в последнее время действительно все чаще, то есть у ритма все становится быстрее и быстрее, и вот те, наверное, небольшие моменты, когда удается вырваться из рабочего процесса и встретиться, действительно, я говорю, с близкими по духу людьми. То есть это дает такой эмоциональный толчок, когда мозг переключается с одного процесса на другой, и в этот момент выстреливает вдруг какая-то идея. Бывает какое-то слово сказанное, оно вдруг рождает целую цепочку. И, конечно, это близкие, родные, это мой ребенок, который дает мне, конечно, огромный заряд положительной эмоции, когда я прихожу с работы, бывает иногда уставшая, и он мне говорит, мама, ты так хорошо выглядишь, ты такой красивый в платье. Ну, это всегда так строгательно, так все, забываешь все абсолютно, уходит все процессы. Но, правда, когда я занимаюсь очередной подготовкой коллекции, я обкладываюсь журналами, бумагами, он говорит, мама, ну убери уже наконец все свои журналы. Ну, конечно, для него этот процесс малоинтересный, но, в общем-то, и слава богу, мальчику зачем это надо? Перейдем к следующему вопросу. Наш пользователь под ником Кончита, ну, не знаю, есть ли тут отсылка к Кончити Вурст, но, впрочем, не будем об этом. Добрый день, Анна. Как известно, австралийская компания Home Mystery выпустила коллекцию кружевного белья для мужчин. Как вы относитесь к такому тренду? Ну, понимаете, допустим, что такое эволюция? Вот, пойдем глобально к вопросу. То есть, ее нельзя, то есть, это процесс, который мы не можем отрицать. То есть, мы не можем сказать, что такое хорошо или плохо, это оценка. И, конечно, я все-таки приверженец классических гетеросексуальных отношений. И, на мой взгляд, все то, что происходит сейчас в мире по поводу пропаганды гомосексуальных отношений, это, в общем-то, это кризис, это кризис социальный кризис, кризис общества в первую очередь, кризис положения женщины, отношения мужчины. То есть, появилось понятие, такое социологи европейские вывели сейчас понятие, как взрослые дети, которые относятся к мужчинам, которые, например, сейчас 60% мужчин европейских до 30 лет, они живут со своими родителями, являются самым большим потребителем компьютерных игр. То есть, мы говорим о том, что люди стали поздно взрослеть. То есть, вот сложная обстановка, военные периоды, когда, послевоенные периоды, необходимость выживания, выкладывания, как бы, вот именно дети взрослели рано очень, потому что они уже помогали взрослым, они заменяли взрослым взрослых в тылу. И то, что происходит сейчас, вот это вот общество комфорта, оно создает вот этот вот перевес. Ну, в общем, это такой очень пространный вопрос. Но, то есть, мое личное отношение, я считаю, что мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины должны оставаться женщинами. Но то, что мы видим сейчас в трендах, даже мода вообще очень социально-экономически зависима, очень. Но отражается в ней происходящий процесс всегда. Есть определенный соцзаказ, этот соцзаказ, он отображается в моде. И поэтому сегодняшняя тенденция, такой андрогидный образ, который дает отголоски от 90-х, то есть, это конец 90-х прошлого века, то есть, мы проходили уже, собственно говоря, этот этап, это когда женщины отложили в сторону облегающие сексуальные яркие наряды, оделись в серое, бежевое, нейтральное, вместо каблуков одели какие-то либо грубые ботинки, либо какая-то бесформенная обувь. То есть, это такой асексуальный образ, в котором не подчеркивается половая принадлежность. И в данном случае надо только помнить о том, что это всего лишь игра. Мода – это всегда только игра. И здесь главное не заиграться. И, в общем-то, если мужчины у нас будут носить кружевные трусы, а женщины у нас будут носить тяжелые мужские ботинки, то, наверное, к сожалению, спаривание не произойдет. И в данном случае мы, в общем, стоим перед большой угрозой того, что, в общем-то, продолжение рода, оно будет нарушено. И мы, наверное, живем для того, чтобы росли наши дети. Несмотря на то, что все остальное – самореализация, личность – это все очень важно. Но дети – это, конечно, главное. Перейдем к еще одному такому интересному вопросу. Пользователь Эшен. Назовите главные ошибки саратовских модниц. В каких аспектах они перегибают палку и чего им, напротив, не достает? Опять же, социальный аспект моды в Саратове – огромное количество женщин, недостаток мужского населения. То есть у нас очень много учебных заведений, в которые приезжает большое количество студенток. Это гуманитарные вузы, поэтому у нас именно преобладание молодых девушек, которые без контроля родителей и так далее. И вот эта цепочка выстраивается к тому, что у женщин очень много отношений к женщине. В Саратове, в Саратовской области, оно в корне отличается от отношений к женщине во многих других регионах. Я очень много ездила по стране, езжу по стране, у меня очень много друзей в разных городах, и мы общаемся, и работаем. И в Саратове, наверное, одно из самых неуважительных отношений к женщине. Женщина сама, в общем-то, конечно, строит эти отношения, безусловно, обесценивает их таким образом. И при этом, вот отличие, наверное, саратовских модниц в том, что наши все время как на парад. Потому что это такая борьба за место под солнцем, за своего партнера. То есть эволюционный процесс, они сидят на подсознании каждого человека, мужчины или женщины. И поэтому наши девушки, они, конечно, очень много внимания уделяют яркому внешнему облику своему. И, в общем-то, даже очень многие наши саратовские, переезжающие в Москву, очень резко меняют свой стиль. То есть он становится более нейтральным, больше кэжо. То есть чем дальше от столицы, тем ярче все становится? Ну, на самом деле, во-первых, в столице это все размывается. То есть нет возможности того, что тебя сегодня кто-то увидит. То есть вообще увидит ли тебя кто-нибудь, кто тебя знает. Это, во-первых, немножко снимает, наверное, стимул того, чтобы поддерживать себя в форме. Это, наверное, минус. А плюс это то, что отношения строятся не от того, как ты выглядишь уже, а уже в отличных качествах все-таки. А здесь это постоянная такая ярмарка. Ярмарка, выбор, на котором, в общем-то, мужчины выбирают именно в первую очередь глазами. Поэтому женщины всячески этому способствуют. Да, я учился в ВУЗе, когда тоже гуманитарное направление. Пять юношей на курсе и 64 девушки. Ну, то есть хорошие у вас были условия. Поэтому, да, вот это вот как на парад. Да, на самом деле, конечно, мужчина должен бороться за женщину. И в природе мы знаем, что именно самец обладает яркой окраской. Самка всегда нейтральна, а самец обладает яркой окраской, потому что он борется за свою самку. У нас сейчас все очень сильно изменилось, и девушки борются за своего потенциального партнера. И это приводит к тому, что женщины начинают перетягивать на себя мужские качества. А потом мужчины начинают жаловаться и говорить, что женщина недостает женственности. В общем-то, давайте работать над этим вместе, и у нас все будет в балансе. Спасибо. Еще один человек, у него такой необычный ник в майке и трико. Не знаю, к какому-то социальному такому уровню, может быть, имеет отсыл. Вот, но я думаю, нас поймут наши зрители. У него целых четыре подвопроса, из которых у меня создалось такое впечатление, что он то ли вас куда-то хочет пригласить, то ли как-то похитить. Ну, в общем, сейчас все сами поймете. Доброго дня, мадам. У меня к вам четыре вопроса. Ответьте, пожалуйста, на все. Не вздумайте увиливать и лукавить. Шалунья. Первый. Александр Васильев, Вячеслав Зайцев, Эвелина Хромченко, Валентин Юдашкин, Денис Семачев. Талантливый и авторитентный. Второй вопрос. Используете ли вы продукцию Балашовского комбината плащевых тканей? Третий. Как вы относитесь к ношению в холодное время года рейтузов с начесом? И четвертый. Милан или Париж? Такое ощущение, что куда-то вас он то ли хочет. Париж неплохо. Но с точки зрения, наверное, моих пристрастий, приоритетов, я могу сказать, что здесь все зависит от цели и задач. Потому что Париж, в первую очередь, это, конечно, вдохновение. Милан – это энергия, это центр моды. Это совершенно другое. Париж вдохновляет архитектурой, своим духом пропитан. Кстати, сейчас, в конце июня, я улетаю в Париж, и у нас будет там съемка нашей новой коллекции. Меня пригласили туда, благодаря нашим связям и общениям с многими людьми, на съемку будет проводить фотограф, который сейчас живет в Майами, и он работает с ВОК, базар. И вот они предложили отснять нашу коллекцию именно в Париже. Поэтому теперь, наверное, Париж. Пока Париж. А то, что касается вообще вопросов, стиля вопросов, мне кажется, что как бы человек не хотел себя, наверное, ну, как бы завуалировать свой образ, он, в общем-то, в теме. То есть он апеллирует терминами и именами. Ну, конечно, конечно, да. То есть человек в теме. Ну, наверное, тем, в общем-то, интереснее сам вопрос. С точки зрения дизайнеров, имена, которые упоминались, то есть я хочу сказать, что для России это все равно, это имена. И, в общем-то, можно сказать, я помню в юности, когда я увидела первую коллекцию Юдашкина, для меня это был, конечно, фурор, потому что Юдашкин делал то, чего не делал никто в российской моде. Это вот эта сложная кутюрная вышивка, это сложные кружевные работы, это очень дорогие, использование очень дорогих тканей, модели в стиле Мюглера, то, что, я говорю, никто не делал. И до сих пор то, что он делает, никто не делает в России. На самом деле, если те, кто смотрят на моду со стороны, считают, что это такая, ну, такая богемная, интересная жизнь, да, то есть у вас такая замечательная работа, все так легко, да. Нет, это очень тяжелый, очень сложный и очень конкурентный бизнес. И то, что художник позволяет себе быть непохожим на других и делать то, что он считает нужным, это колоссальный риск финансовый. И зачастую этот риск не оправдан. И, в общем-то, ну, судьба гениев от моды за последние десятилетия, таких как Маквин, Гальяна и Готье, которые были для меня столпами и действительно кумирами, как художники в мире моды, то есть настоящие художники. То есть, к сожалению, их судьба очень, в общем, печальна, у некоторых даже трагична, потому что Маквин покончил с самоубийством, Гальяна был изгнан, а Готье на сегодняшний день, у него обанкротился его дом моды, и, несмотря на все инвестиции, которые были сделаны, то есть он сейчас уходит из мира моды. И это, с одной стороны, это, в общем-то, ну, немного грустно, потому что мы в очередной раз понимаем, что вот гений не признан. Почему? Потому что те люди, которые инвестировали в эти проекты, они говорили, что это не продается, это невозможно продать. Но именно это стало отправной точкой для многих художников на многие десятилетия вперед. И, конечно, сейчас больше ориентировано на коммерческие направления. И самым продаваемым дизайном является Майкл Корс. Майкл Корс, который всегда делал очень утилитарный и очень простый американский стиль, который отличается от европейского стиля, безусловно, от русского стиля. Но в период кризиса, конечно, вот эти вот глобальные феерии, вливания, то есть это становится неактуальным. Но мы это уже проходили. После 98-го года всё это было похоже. Зайцев, мэтр, который был признан в мировом сообществе моды ещё в период 60-х годов, 70-х годов, его называли красным корденом. И, в общем-то, об этом тоже все знают. И человек действительно очень талантлив. И то, что он делал, тоже в корне отличалось от всего того, что было в советской моде в то время. Советская мод – это вообще отдельная была тема. Ебелина Хромченко – это отдельный феномен такой для российского модного сообщества, потому что она сделала своё имя сначала как редактор модного издания, она была редактором журнала «Всель». И на сегодняшний день она продвигает себя именно как критик, как специалист от моды, мнению которому необходимо прислушиваться. То, что касается Балашовского комбината, то я могу сказать, что какое-то количество лет назад поступало действительно предложение о сотрудничестве с Балашовским комбинатом. И это предложение было… Я даже заинтересовалась на тот момент этим предложением, потому что действительно это хорошая база, очень хорошие качественные ткани. Именно то, что они делают, то, что они производят, это очень хорошее качество, которое используется в производстве, продаётся на всю страну и за рубеж в том числе. Ну, что-то там не срослось у нас, не получилось, поэтому пока нет. Если будет интересное предложение, готовы рассмотреться. Ну, вот, значит, да, вы правильно сказали, что человек в теме. Да, человек в теме. Вероятно, даже больше, чем мы предполагаем. Вот ещё один вопрос, создаёт его Милана. Анна, в летнее время так хочется одеться в яркие принты. Посоветуйте, как не переборщить с цветом и не выглядеть, как цветочная клумба. Всё, что касается актуальных на сегодняшний день. Что такое принты для тех, кто не в теме? Принт – это рисунок. Почему принт? Потому что, знаете, принтовать, наносить рисунок, то есть изначально это было при помощи трафаретов. И на протяжении очень многих столетий, десятилетий, начиная с до нашей эры и до сегодняшних, вот недавних ещё времён, то есть это всё делалось вот такими практически дедовскими способами. Технология практически. Да, технология как бы промышленная, она была примерно такая же, как и ручная. То есть это то же самое трафаретное нанесение. И только с развитием компьютерных технологий, появление офсетных технологий, возможности нанесения уже непосредственно любого изображения, непосредственно на ткань, просто взорвало рынок и позволило создать самые сложные, самые невообразимые рисунки. И сейчас эта технология стала доступна для очень многих дизайнеров. Просто когда мы начинали заниматься принтами и разрабатывать принты для своих коллекций, в России принтовали ткани только Алену Ахмадулину и я. И поэтому, в общем-то, Алену Ахмадулину называли королеву принтов, а меня называли принцессу принтов. И, в общем-то, мы делали свои эксклюзивные ткани, и именно это позволяло нам отличаться от того огромного количества дизайнеров на рынке. И таким образом мы выделили свое уникальное предложение для наших потребителей. Сейчас те принты, которые мы делаем, мы делаем на основе работ художников, фотографов, причем большая часть это именно наши саратовские художники и фотографы, создавая тем самым эксклюзивное решение, эксклюзивное предложение, которое не будет иметь повторения абсолютно нигде. Эти ткани невозможно купить. Но то, что касается принтов, с этим надо всегда быть очень аккуратным, для того, чтобы не выглядеть как новогодняя елка. Или как клумба. Или как клумба, да. В данном случае я, конечно, приверженец того, что не надо смешивать принты. То есть достаточно все-таки одного принта для того, чтобы чувствовать себя гармонично. Но современные тенденции продвигают идеи эклектичности, то есть сочетание несочетаемого. И поэтому как тренд предлагается сочетание нескольких принтов. То есть может быть несколько, допустим, похожих принтов, которые на разной цветовой основе или в разном цветовом решении будут сочетаться друг с другом. Например, принт на желтом фоне будет сочетаться с принтом на зеленом фоне. То есть это какие-то варианты, которые могут пересекаться. Но такие решения я считаю для особо смелых, потому что любая эклектика это хорошо просчитанное решение. То есть все то, что кажется нам случайным, это как раз хорошо продуманная случайность. Так что если чувствуете себя уверенность, сочетайте. Если нет, лучше не рискуйте. И заключительный вопрос в нашей беседе. Его задает наш пользователь под ником Ахтырка ГВ, правозащитник. Но я так понимаю, наверное, это он и есть. Тоже так известный человек в Саратове. Уважаемая Анна, как вы полагаете, достаточно ли стильно одевается президент Владимир Путин, губернатор Саратской области Радаев Валерий Васильевич, глава города Саратова Грищенко Олег Васильевич? Что скажете? Что я могу сказать о Путине? Мы все прекрасно понимаем, что у Путина небольшой рост. Далеко не мужественная фигура. И то, как с ним поработали стилисты за последнее время, в общем-то, создал очень хороший презентабельный образ для главы государства. Очень хорошо подобранные костюмы. Костюмы, которые вытягивают силуэт, четко просчитанные пропорции. Где очень важно, какая ширина брюк, какая длина пиджака, какая длина рукавов у пиджака, какой вырез у пиджака, потому что это все создает ту самую оптическую иллюзию, которую мы получаем. И поэтому цвет, который он носит, то есть у него очень светлая кожа, у него очень светлые волосы, и тот темный, причем не черный, а всегда темно-синий оттенок, он всегда очень выигрышно его оттеняет. И, на мой взгляд, здесь, конечно, придраться не к чему. Должность обязывает к тому, чтобы поддерживать классический имидж, и поэтому здесь очень сложно сказать, какие есть еще образы у нашего президента. К сожалению, у нас... Да, мы-то видим его предложенном. Да, к сожалению, в отличие от других стран, в которых пропагандируются семейные ценности в лице президента, его в нерабочее время, его увлечение, хобби, его какая-то дополнительная работа, общение его с друзьями. То есть мы этого ничего не видим, это все завуалировано. Даже вопросы с семьей, как мы знаем, в общем-то, как бы под большим вопросом. Вот, поэтому тот официальный образ, который нам доступен, то есть да, я считаю, что очень грамотно проработан, то есть хорошая работа, безусловно. То, что касается наших руководителей, местных. Я знаю, что Грищенко много лет шьет костюмы на заказ, индивидуально для себя, потому что у него нестандартные фигуры. Он занимается спортом, а широкие плечи. Да, он занимается очень много спортом, у него очень широкая линия плеча, и поэтому он очень много костюмов заказывает, и купить костюмы под себя практически невозможно. И очень долгое время у него была любовь к дворным костюмам, на мой взгляд, немножко такая застрявшая, но в последнее время он отказался от этого, ушел от серых костюмов, опять же, к более темным гаммам, и они ему больше подходят. И вот этот вот именно вытянутый силуэт с однобортной линией костюма стройнит его и вытягивает силуэт, и, мне кажется, больше ему подходит. Что касается Радаева, ну, на мой взгляд, образ какой-то нейтральный, вот без комментариев. Я не могу сказать ни хорошо, ни плохо. То есть неяркий образ сам, вероятно, это тоже какая-то политическая игра. То есть человек не создает яркий образ политики и не создает образ яркий как мужчина, как личный. Анна, что бы хотели в завершении нашей беседы пожелать тем, кто будет смотреть эту передачу? Ну, наверное, самое главное – это всегда помнить, что одежда – это всего лишь наша оболочка. И то, что не надо к моде относиться слишком серьезно, это всегда игра, и это игра на сегодняшний день, которая все больше и больше людей затягивает в свои сети, потому что это колоссальные маркетинговые процессы, это огромный рынок, это колоссальные деньги, которые вкладываются в индустрию моды. И поэтому во всем этом главное не потерять свою личность. И одежда всегда должна быть подчеркиванием того индивидуального, что есть в каждом человеке, возможность сохранения этой индивидуальности. И женщины должны оставаться женщинами, и мужчины должны оставаться мужчинами. Поэтому здесь самое главное – это не потерять себя и остаться самим верным самому себе. Спасибо большое. С нами была дизайнер одежды Анна Иванова. Смотрите видео-версию онлайн-конференции на канале САРБК ТВ в рамках хостинга YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова